Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью». Я ведущий Петр Смирнов, а у меня в гостях Анна Геннадьевна Сироткина, руководитель Саровского физико-технического института НИЯУМИФИ и Тимофей Геннадьевич Соловьев, заместитель руководителя по учебной работе. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. В настоящее время ведется приемная кампания 2023 года. Анна Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, сколько сейчас СРФТИ предлагает бюджетных мест для наших абитуриентов и сколько уже заявлений подано? Спасибо вам за вопрос. Действительно, сейчас самая горячая пора у всех вузов. Прием заявлений заканчивается 25 июля, поэтому мы практически только начали их принимать. В этом году у нас 134 бюджетных места на бакалавриат и специалитет, 91 место на магистратуру, также у нас есть места в аспирантуру и среднее профессиональное образование. Но, конечно, самое главное – это вот эти 134 места на бакалавриат и специалитет, куда ребята поступают после того, как они успешно сдали единый государственный экзамен. Итак, 134 места, на сегодня у нас 179 заявлений по первому приоритету и 74 оригинала. Это, конечно, очень хорошие результаты. На некоторой специальности у нас уже серьезный конкурс. И хочу отметить, что в этом году у нас 10 бюджетных мест на экономику. У нас их долго не было, и, может быть, ребята про это не знают, поэтому кто интересуется экономикой, кто сдал общество знания, ждем. Вот как раз на экономику у нас пока не очень высокий конкурс. Ну и, наверное, всегда интересные вопросы – сколько ребят иногородних, сколько ребят наших местных. Да, я как раз хотел продолжить. Да, 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 обычно такие вопросы задают. Лидирует у нас сегодня школа номер 16, за ней идет школа номер 14. У нас почти 52% ребят, которые сдавали физику, подали заявление к нам. То есть всего у нас 83 саровских школьника и 96 иногородних ребят. Причем география в этом году впечатляет. Это и Краснодар, это и Южно-Сахалинск, это Новосибирск. Да, и, ну, я не говорю уже, конечно, о Нижнем. Пять лицеев подали к нам свои заявления, ребята, из пяти лицеев. Ну и вообще, вы знаете, когда я готовилась к передаче, я удивилась, что средний балл ЕГЭ по трем предметам – русский, математика, физика – по России 179, а по Сарову – 205. И, пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить каждого саровского учителя за прекрасный уровень подготовки. Хочу поблагодарить руководителя среднего образования Натальи Валерьевны Володько. Хочу поблагодарить руководство города за то, что они поддерживают саровское среднее образование на очень высоком уровне. Нам очень приятно работать с этими ребятами. И вообще, я хочу сказать, что именно в соработничестве с вами, уважаемые коллеги, мы готовим высокопрофессиональные кадры для Российского федерального ядерного центра УНИЭФ. Многие вузы испытывают дефицит в абитуриентах, в приеме. И здесь еще есть такая специфика «Саров – закрытый город». И как привлекает вуз сейчас абитуриентов? И насколько широка студенческая география саровского физтеха? Работа со школьниками у нас вообще начинается после завершения приемной кампании. То есть, грубо говоря, мы закончили работать по приему в этом году. И сразу же начинаем работать с ребятами для того, чтобы обеспечить себе абитуриентов на следующий год. Мероприятия у нас очень много проходят. Самые такие ключевые и массовые мероприятия – это дни открытых дверей. У нас их два проходят. Один день открытых дверей мы устраиваем для саровских школьников. И принимаем и открываем двери нашего института. А второй день мы устраиваем в апреле. И здесь у нас очень большая и огромная работа проводится. И к нам приезжает порядка 400-500 гостей. То есть, это родители с детьми из регионов. Причем, это регионы не обязательно Нижегородской области, Мордовия. Приезжает и Московская область. И даже, вот Анна Геннадьевна, мне может поможет, там Пермь. Киров приезжает, Пермь, приезжает Ишкар-Ала. Мы с ними наладили отношения. Краснодар в этом году был. То есть, достаточно такая географически распределенная аудитория. А так, у нас очень сильный факультет довозовской подготовки. Он работает с ребятами саровскими, готовя их к сдаче единого государственного экзамена. И также одно направление работ у них очень такое объемное – это проведение различных турниров, как различных, математика, физика – основная вот эта направленность. В региональных центрах. То есть, мы выезжаем в другие города и населенные пункты. И там устраиваем турниры для ребят, которые съезжаются на это мероприятие. Наши студенты участвуют в проверке работ, выступают перед школьниками, будущими нашими абитуриентами. Поэтому мы показываем себя со всех сторон и открыто для общения. Мы, соответственно, в старт приемной кампании, мы собираем плоды своего труда. Сейчас многие абитуриенты обращают на различные аналитические рейтинги, положение вузов в этих рейтингах. Можете рассказать о том, как Саровский физтех сейчас себя чувствует в этих рейтингах и мониторингах? Ежегодно главная наша московская площадка присылает результаты рейтинга, которые они проводят среди филиалов по индикаторам, которые им выставляет госкорпорация «Росатом». Поскольку НИЯУ «Мифи» является опорным вузом госкорпорации «Росатом». В этом году в этом рейтинге мы заняли первое место среди всех филиалов НИЯУ «Мифи». И еще мне очень нравится один рейтинг, он называется «Рейтинг мониторинга эффективности вузов», где принимает участие 675 вузов и 507 филиалов. То есть практически это все 1200 высших учебных заведений нашей страны. Там индикатор уже Министерства высшего образования и науки. По каждому индикатору, каждому вузу присваиваются баллы. И вот сумма этих баллов от 1 до 30 закрепляется за каждым вузом. И вузы, которые имеют вот этот вот интегральный показатель от 28 до 30, входят в премьер-лигу. Таких вузов в России 28. И вот по результатам последнего мониторинга мы как раз попали в премьер-лигу. То есть мы пока вот, ну, конечно, страшно об этом говорить, топ-28 вузов России. Мы единственные филиалы России, единственный вуз Нижегородской области, которые попали в премьер-лигу. Даже так, да, там, конечно, НИЯУ «Мифи», там МФТИ, там ведущие вузы страны. И вот там такой скромный филиал Саровский физико-технический. Ну, что есть, то есть. Расскажите, пожалуйста, как обстоят дела со студенческой наукой? Есть ли возможность у ребят в процессе обучения заниматься научной деятельностью в различных лабораториях, исследованиями? И как вы планируете развивать научно-техническую базу у себя? Вы знаете, вот этот вопрос все чаще и чаще стали задавать школьники на встречах. Раньше такие вопросы они не задавали. И здесь у нас как раз достаточно хорошо обстоят дела. У нас создано 12 совместных с Российским федеральным ядерным центром научных лабораторий. Там можно исследовать и газодинамику, и гидродинамику. У нас даже есть лаборатория физики живых систем, физика высоких плотностей энергии, физика сильных магнитных полей, информационная безопасность, сейчас так модная. Мы готовимся к созданию лаборатории искусственного интеллекта. То есть у нас есть документ, называется он «Стратегические инициативы», которые подписали, каждую из этих инициатив подписал руководитель профильного направления Российского федерального ядерного центра, утвердил директор. И мы вот согласно этой инструкции потихонечку открываем различные лаборатории и центры. Вот за последние два года мы открыли лабораторию зондовую микроскопию, открыли центр цифровых технологий, центр суперкомпьютерного моделирования. И вот, как я уже сказала, у нас запланирована модернизация серьезная. На этот год мы взяли лабораторию сильных магнитных полей, и как раз эта лаборатория будет входить в контур Национального центра физики и математики. Три лаборатории, о которых я говорила, у нас полностью студенческие. То есть руководят направлением работ, набирают кадры к себе сами студенты. Да, и уже к выпуску у них количество публикаций в индексируемых базах достаточно для защиты кандидатской диссертации. Но это я хочу отметить, штучная история. Конечно, не все далеко ребята занимаются наукой, но таких достаточно сегодня. Тимофей Геннадьевич, я у МИФИ сетевой университет. И как сегодня Саровский физтех ощущает себе мощь вот этого распределенного вуза в стране? Ну, собственно говоря, работа с головной площадкой у нас не прекращается ни на один день. То есть мы постоянно находимся в каких-то процессах. Но здесь я больше, наверное, расскажу о возможностях, которые позволяет не я у МИФИ, для наших филиалов, филиальной сети, которых 16, и плюс еще два у нас за рубежом филиала. У нас очень развита так называемая академическая мобильность студентов. Это когда студенты из одного филиала приезжают в другой филиал, пользуясь научно-технической базой этого филиала, и проходят какие-то практики. Вот недавно мы принимали студентов из нашего филиала Побратима. Это ТИИ, технологический институт, город Лесной. Вот сегодня мы завершающее занятие осуществляем с делегацией из треугорного филиала, из филиала в городе Треугорный. Вот тоже ребята к нам приезжали, две недели у них была практика. Вот сегодня они закончили. НИЯУМИФИ объединяет филиалы в рамках различных мероприятий. У нас есть и спортивные мероприятия. То есть у нас проходит спартакиада, куда съезжаются представители всех филиалов и соревнуются между собой. Также главная площадка устраивает и различные школы тематические, научные, куда тоже мы приглашаемся. Слеты студенческих научных общества, организации школ кураторов, школ подготовки медиагрупп и так далее. То есть в принципе у нас такая достаточно большая, дружная, крепкая семья, где мы пользуемся возможностями и, так сказать, оборудованием и какими-то уникальными установками филиалов, перемещаясь из одного филиала в другое для того, чтобы, ну скажем так, переобрести студентам какие-то новые уникальные компетенции, которые они не могли бы, например, приобрести здесь. И вот я даже хочу добавить, что у нас есть возможность не создавать дорогущие учебные центры, если аналогичные центры есть в одном из филиалов. Это даже очень здорово, когда каждый филиал тратит намного больше, но на что-то одно, чем создают 10 маленьких непонятных центров, а именно создают что-то одно большое и с удовольствием принимают коллег из других филиалов. Анна Геннадьевна, в наше непростое время для молодежи очень важно духовно-нравственное воспитание и развитие личностей. И вот вопрос, какая работа проводится здесь, в этом направлении с русским физтехом. Вы знаете, я, пользуясь случаем, хочу поблагодарить митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, который с 2006 года на регулярной основе встречается с нашими студентами. И там ведь речь идет о таких простых вопросах. Там никто не изучает закон Божий, там речь идет о месте человека в этом мире, о любви, о гражданской позиции, о патриотизме. И вот этот очень, я считаю, важный момент. Я сама принимаю всегда участие в этих встречах и ухожу такая обновленная, с новыми мыслями. И ребятам тоже это очень нравится, я читаю их отзывы. Это очень важно для них. Также у нас в рамках кафедры теологии проводятся конференции гуманитарного цикла. По истории, по социологии. В этом году уже прошла 30-я такая конференция. И очень часто ребята берут интервью, делают доклады и по историческим личностям. И просто берут доклады, берут интервью у известных наших деятелей. Слава Богу, таких у нас хватает в Российском федеральном ядерном центре. Ну и в этом году вдвое увеличено количество историй, преподавания истории. Да, и введен новый курс «Основы российской государственности». И очень приятно, что НИАО МИФИ выступила оператором в этом вопросе. И все преподаватели технических вузов, вот как раз сейчас наш преподаватель там обучается, проходят курсы «Как обучать этому новому предмету». И я считаю, что, конечно, вот в наше непростое время, конечно, истории надо уделять большое внимание, чтобы не повторять ее ошибок. Часто в социальных сетях можно увидеть информацию о спортивных достижениях студентов нашего вуза. Вот расскажите, пожалуйста, как построена работа с студентами в СРФТИ именно по спортивному воспитанию? У нас очень активно работает кафедра физического воспитания. И, собственно говоря, информацию в социальных сетях размещаем, ну, в частности, я этот вопрос курирую. Студенты у нас не только хорошо учатся, но и достижения в спорте определенные показывают. Мы очень, как говорится, гордимся нашей студенткой, которая занимается легкой атлетикой Марии Девяткиной. Она защитила титул «Мастера спорта России». То есть это очень такое значимое достижение. И мы, как вуз, гордимся, что у нас такие студенты учатся. У нас очень много сильных студентов и в легкой атлетике, и в футболе, и в баскетболе, и в хоккее. То есть у нас очень большой спектр различных секций. Мы всегда идем навстречу студентам. И если у них есть необходимость и потребность заниматься каким-то видом спорта, мы начинаем этот вопрос прорабатывать. Арендуем, например, какие-то спортивные площадки для этого. И, собственно говоря, даем студенту возможность в этом направлении тоже развиться. И они платят нам благодарностью своими достижениями, которые завоевывают на различных турнирах, чемпионатах. А наши команды участвуют практически во всех региональных и городских соревнованиях. И вот даже далеко ходить не надо. Вот одна из таких тоже значимых побед на чемпионате Нижегородской области наша команда хоккейное второе место заняла. То есть мы и спортивный УЗ в том числе тоже. Два года назад Саровский физтех открыл двери нового общежития. Это стало достаточно таким большим и значимым событием. Как себя сейчас чувствуют студенты, которые в нем проживают? И насколько вообще заполнено общежитие Саровского физтеха? У нас на сегодня два собственных общежития. На Маяковского и на Чкалово. Вы, конечно, говорите о Чкалово. Да, да, да. Да, там 330 мест, они полностью заняты, и наполовину занято наше первое общежитие. И пользуясь случаем, еще раз хочу поблагодарить и руководство Российского федерального ядерного центра, и госкорпорацию Росатом за этот подарок. Конечно, когда входишь в это общежитие, сразу хочешь у нас учиться. Поэтому, может быть, и наш интерес среди нагородних абитуриентов обусловлен такими шикарными условиями проживания. В блоках есть кухня, я не говорю о туалете, о душе, о ваннах. Это все иногда даже в блоке несколько. Главное, что есть кухня, которая оборудована стиральной машиной, холодильниками, всей необходимой мебелью. И недавно наш вуз, наше общежитие посетил ради Ивана Челькаев. Так вот, он, видя эти условия, сказал, что они намного лучше, чем в Церне. Да, там и спортивные залы, и комнаты отдыха, и конференц-зал. То есть, вообще, конечно, я сама там люблю часто бывать. Но и хочу отметить, что у нас очень строгая руководитель общежития. Там порядок, там везде камеры. То есть, там быстро тех, кто откуда-то приехал и не совсем умеет себя вести, этому учат. А когда порядок, всем приятно. Сарфуты – базовый вуз Российского федерального ядерного центра в НИЕФ. И вот такой вопрос. А все ли выпускники трудоустраиваются в ядерный центр? Здесь у нас существует пролонгированный до 2030 года заказ от ядерного центра, поскольку мы являемся базовым вузом. И, собственно говоря, обучение наших студентов, весь образовательный процесс, он изначально настроен на то, что студентов готовят как новое поколение сотрудников ядерного центра. И в плане трудоустройства здесь можно смело называть цифры 85-90% трудоустройства в федеральный ядерный центр, и в том числе предприятий госкорпорации «Росатом». Конечно, есть житейские ситуации, когда кто-то уходит в декрет, выполняя другие поручения президента. И, соответственно, ребята, которые уезжают на свое изначальное место жительства и там начинают свою карьеру строить. Но основная масса студентов у нас, конечно, ориентирована на работу федеральным ядерным центром. А по некоторым направлениям мы можем зафиксировать цифру 100% трудоустройства, где студентов именно готовят индивидуально для работы в конкретных подразделениях ядерного центра. Я знаю, что есть практика, уже получив диплом бакалавра, студенты с РФТИ устраиваются на работу в Российский федеральный ядерный центр в конкретное подразделение, в конкретный отдел, то, где они будут уже магистрскую диссертацию готовить. Вот насколько распространена эта практика? У нас эта практика распространена очень. И, как правило, магистрская диссертация – это продолжение бакалаврского диплома. Студент начинает знакомиться с своим будущим местом работы с третьего курса, с практики. И на некоторых предприятиях с дипломами бакалавров берут уже на инженерные должности, но в Российском федеральном ядерном центре требование жесткое – диплом специалиста или диплом магистра. И поэтому ребята с дипломами бакалавров трудоустраиваются на полставки техников, и поэтому имеют возможность уже что-то начинать зарабатывать. В продолжении вопроса доходов студента очень важный, мне кажется, вопрос – это стипендии. И часто говорят, что стипендия не сильно большая в институте, вот не только в нашем, во всех вузах. Какая сейчас работа ведется именно со стипендиями, стипендиатами? Да, я соглашусь, что академическая стипендия – это небольшой размер денежных средств. Но поскольку у нас студенты достаточно активны в плане и учебы, а стипендию получают только студенты, которые учатся без строек, и в плане участия различных конкурсов, они, конечно, эту историю исправляют в свою сторону очень так интересно. Могу сказать, что у нас где-то порядка 40-50 студентов ежесемистрово получают повышенную государственную стипендию, это порядка 11 тысяч рублей. Это дается за успехи в учебе, в общественной деятельности, в научной деятельности. Ну, там много всяких разных градаций, где они эти достижения предоставляют и, соответственно, участвуют в конкурсе. Также очень обширная конкурсная история с участием в стипендии президента и правительства Российской Федерации. Вот сейчас как раз заканчиваются конкурсные процедуры, и у нас на эту стипендию выходит порядка 13-14 студентов, это очень такое, достаточно серьезное достижение, конкурс федеральный, и наши студенты там себя тоже очень хорошо показывают. Есть еще региональные стипендии, их не так много, но, тем не менее, они у нас тоже присутствуют. И еще спасибо Федеральному ядерному центру, у нас 20 корпоративных стипендий, которые тоже распределяются по рейтингу и достижениям студентов дополнительно к уже существующим стипендиям. И добавлю, что принято решение о том, что из программы развития, которая стартует в этом году, часть наших студентов будут получать повышенные стипендию от госкорпорации Росатом. Но пока мы размеры обсуждаем, но это где-то будет в районе 25 тысяч рублей в месяц. Это уже хорошие деньги. Да, это уже хорошие деньги. И это плюсом будет к стипендии повышенной государственной, к стипендии президента, они, так сказать, не исключают друг друга. И возможности зарабатывать в качестве техники. И возможности зарабатывать в качестве техники. Какие сейчас инфраструктурные проекты для себя рассматривает Саровский физтех? И как вообще планируется изменить облик нашего вуза? Вы знаете, давняя наша мечта связать пять наших учебных корпусов едиными переходами, создать большой конференц-зал. У нас набор 2021 года был 200 человек. И наша самая большая аудитория вмещает 150 человек. Поэтому у нас уже назрела необходимость в каком-то большом пространстве, помещении, потому что мы снимаем то театр, то Дом культуры засуга в НЕФ. И вот у нас уже есть прорисовочные проекты. Мы сейчас их будем обсуждать активно, в том числе со студентами. Им здесь ручиться, им здесь жить многим. Поэтому вот мы по такому пути идем. И у нас уже сделана стоянка, сделано озеленение. Если кто-то ходит около нашего вуза, видит, как он практически ежегодно меняется. Поэтому мы этой темой активно занимаемся. Сейчас у нас есть целый проект по такому порталу в цифру. Мы модернизируем лестницу совершенно по новому слову, дизайнерскими. Тоже сейчас студенты примут участие как раз в осуществлении этого проекта. Мы нанимаем как бы маленький стройотряд, который будет проводить не то что ремонтные работы, но такие больше дизайнерские работы. И скоро вас позовем уже. И следующий эфир у нас будет проходить вот на этой, но обновленной лестнице. Обновленной лестнице. Но это вот так вроде лестница, а вот вы увидите, что это вот этот точный портал. Это лифт, лифт будущего. Традиционный вопрос про преподавательский, профессорский, преподавательский состав. Вот совсем недавно Чернявский Виктор Павлович, который точно отзывается в сердцах всех выпускников Саровского физтеха, кто учился у него два первых года, всегда посвящают высшей математике. И Виктор Павлович, я думаю, вот назови фамилию Чернявский, и все выпускники Сарфти сразу вздрогнут. Его фотография была размещена на доске почета города. И, наверное, здесь вопрос о том, какой все-таки сегодня профессорский, преподавательский состав в Саровском физтехе. Ну, говоря про Виктора Павловича, хочу отметить, что два года назад он был признан лучшим преподавателем НИЯУМИФИ. Ну, а если говорить в целом о нашем профессорско-преподавательском составе, у нас же очень жесткие требования по остепененности, она у нас 62%. И я горжусь тем, что 45% наших преподавателей – выпускники ведущих вузов страны. Пять человек закончили Московский государственный университет, есть выпускники Санкт-Петербургского университета, МИФИ, МФТИ и нижегородских вузов. Поэтому качество преподавания у нас обеспечивается на должном уровне. И за последние пять лет наш коллектив пополнился 10 новыми преподавателями, которые и наши есть двое, выпускники нашего вуза. И семейная пара у нас приехала из Америки, которые, да, они долгое время работали в ТАВТСе, это один из ведущих университетов мира. И сегодня один преподает физику, другой математику. Главное, что у нас деловой английский стал на уровне лингвистических вузов, и мы там тоже занимаем места. В конкурсах переводов, эссе и так далее. Поэтому здесь у нас пока порядок. Анна Геннадьевна, куда обращаться абитуриентам, чтобы стать дружной семьей, студенческой семьей Саровского физико-технического института? Ну, обращаться надо в приемную комиссию, контакты на экране. Но прежде чем обращаться, надо понять, что вы действительно решили посвятить свою жизнь физике и работать в одном из ведущих предприятий, научно-технических предприятиях России, Российском федеральном ядерном центре ВНИИ. И вот я еще хочу отметить, что в днях открытых дверей, которые проходили у нас в апреле, приняло участие 132 студента. То есть сейчас студенты активно набирают себе абитуриентов в свою семью. У нас действительно большая дружная семья. И попадать надо туда, когда вы четко определились с целью. Если вы сомневаетесь, есть ли вам ближе гуманитарные науки, если вы хотите стать художником, поэтом или музыкантом, наверное, это не к нам. Также у нас, к сожалению, нет пока направлений по геологии, по биологии, по химии. У нас в основном физика, математика, программирование, конструктор, сантехнологическое обеспечение машиностроительных производств. Вот если вы там, то вам к нам. Вся контакты приемной комиссии у вас на экране. Это была передача «Актуальное интервью». Спасибо, что были с нами. Спасибо вам и успехов вам в приемной компании, коллеги. Друзья, с вами мы увидимся через неделю и до новых встреч.